В скором времени в Мернинском районе не останется ни одного населенного пункта, где бы не засияли золочеными куполами храм или маленькая церковь. Нынешним летом строительные работы по возведению зданий будущих храмов велись в Чернышевском, Орлахе и Алмазном. С обзором основных православных строек района Татьяна Магит. Храм в Алмазном засверкает куполами только в будущем году, но уже сейчас его хорошо видно с дороги. На глазах изумленных жителей в считанные дни здесь выросло новое здание. Всего за 8 дней бригада из трех человек с помощью строительного крана собрала деревянный сруб. И кажется, что даже погода помогала строителям. Дождь помешал лишь дважды. Полностью там в Радске производится лес по уже стандартному проекту, по чертежам. И детали уже готовы, и детали приходят на место сборки. Здесь только приезжает бригада и собирает, монтирует их. Очень качественный лес выполнен, нет никаких ошибок, ничего. Поэтому и сборка производится очень быстро и хорошо. Зарезервированная площадка под строительство храма пустовала несколько лет. И были предложения поставить здесь другие социальные объекты. И только вера в то, что обязательно все получится, помогла найти спонсоров. Нет, будем строить. Я сам думаю, где же мы деньги-то возьмем для строительства. И вот, слава Богу, Господь послал человека, послал людей, которые готовы вкладывать и свои финансовые средства, и помогать материалам, рабочей силой. И поэтому вот с Божьей помощью мы видим то, что, собственно, на сегодняшний день есть. Это настоящая народная стройка. Деньги собирали всем миром. Основные расходы оплачивает меценат, пожелавший остаться неизвестным. Помогают предприятия и жители поселка. В следующем году будут проведены отделочные работы, появится кровля и внутреннее облачение храма. Иконостас будет Палиховский. Это просто мировой бренд. Это до революции, это было одно из самых серьезных таких вот иконописей, и резьба, и иконостас, и кивоты для икон они изготавливали. Вот и иконостас в нашем храме планируется как раз именно с Палиха. Маленький аккуратный храм появился и в поселке Орелах. Расходы на строительство взяла на себя компания Алроса. Сейчас идет благоустройство территории, а вскоре начнутся внутренние работы и оснащение храма церковной атрибутикой. Просили компанию АК Алроса средства выделения, финансирования. И эти средства были выделены в том году. Правление одобрило, через наблюдательный совет прошло, и нам выделили 4,5 миллиона на строительство храма в селе Орелах. Благоустройством также мы займемся, естественно, помощь компании будет, отсыпка, озеленение, ограждение. И к 14 октября храм в селе Орелах запускаем. Вырос храм и в Чернышевском. Финансирует работы акционерное общество Якутск Энерго. Курирует строительные работы предприниматель из Мирного Василий Жолоб. На храме уже установлены купола. И это не все. В Мирном Андреевский монастырь теперь приобрел братский корпус. В этом здании будет общая трапезная и кельи для священников. В 2017 году храмы в Алмазном и Чернышевском будут достроены и освящены. Татьяна Магит, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».